Привет, я Мишин Кирилл и это обзор на пятую серию могучих рендеров Дина Супер Заряд. Каждую серию я оценю по четырем критериям. Сюжет и сценарий от 0 до 3 баллов, количество оригинальных кадров от 0 до 3 баллов, актерская игра от 0 до 2 баллов, а также визуальный и специальный эффект от 0 до 2 баллов. Итак, начнём как обычно с сюжет и сценарий, а именно с плюсов серии. Первый плюс это то, что Фьюри и Синж постоянно цапают друг с другом. Второй плюс это то, что этот монстр ниндзя обладает совершенно другими силами, нежели чем его прототип в Кюрю. Её способность быстрой скорости мне нравится куда больше, а вирус в Сентай установил прототип жало-гнева. Третий плюс это тренировка Тайлера на диноцикле. Четвёртый плюс это то, что супер режим появился только в пятой серии, а не в первой, как обычно. Пятый плюс это то, что батарея Кэндл дала сбой, и Тайлер стал думать, что он Терекс. Хоть это и было придумано в Сентай, всё равно круто. Шестой плюс это сражение красного и черного, а после красного и акварейнджера. И седьмой плюс это то, что акварейнджером стал Джеймс Наварро, отец Тайлера. Хоть мы и предполагали, что он им будет. Этот момент от этого не был менее классным. И теперь минусы пятого эпизода. Не понравилась эта истерика Тайлера. Да, он не кричал на Шелвы, потому что она не права, но убегать как баба зачем? Это было не очень красиво. Второй минус это то, что когда Чейс использовал батарею диногипноза, сначала его морфер был перевёрнут, а через знамение он его уже держал правильно. Как он смог за полсекунды за спиной перевернуть бластер? Не могу понять, почему Тайлер в первый раз не использовал Тирекс Супер Зарет Морфер. Он что, знал, что батарея с вирусом? А в нормальной батарее он тут же использовал новый морфер. Это третий минус. Четвёртый минус это то, что Тирекс Супер Зарет Режим и Акварейнджер появились в одной серии. Эта серия была больше про красного, чем про акву. И это не круто. Итак, 7 плюсов и 4 минуса. Вообще, должен бы оставить 1 балл из 3. Но серия в целом не понравилась, поэтому за сюжет в сценарии 2 балла из 3. Огромный натяжка. Это очень слабо. Не стоило новый режим и нового рендера в одну серию вводить. Прошло время поговорить о количестве оригинальных кадров. Их в серии очень много, но на протяжении всей серии есть и сентайские кадры. Есть сцены, где свои кадры перемешивают с японскими. Но зато ближе к концу полностью своя битва Тайлера с Чейзом и Джеймсом. А в самом конце почти полностью сентайская битва. Это меня не очень-то порадовало. В любом случае, оригинальных кадров много, и за это 3 балла из 3. Актерская игра в целом у всех актеров отлично. Хочется отметить Брэнн Меджи, это Тайлер, и Рюбен Тернера, Джеймса. Поэтому за актерскую игру 2 балла из 2. Теперь по визуальных и специальных эффектах в серии. Все они очень классные. Из самых ярких тут активация Тайлером нового режима, и этот безумный шлем. Кстати, графика шлема гораздо лучше, чем в Кириджирах. За это 2 балла из 2. Итак, пятая серия. Дино Суперзаряда. Получает 9 баллов из 10. Балл снизил за сюжет и сценарий. Всем пока. С вами был Мишеньки. Посещайте наш сайт www.dinochurch.ukos.ru А также наши группы ВКонтакте www.vk.com.br.dinochurch и www.vk.com.br.dinochurch.ru Субтитры создавал DimaTorzok